МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дачный ответ и я, Оксана Козырева. Сегодняшний выпуск программы можно смело называть на дне. Правда, с пьесой Максима Горького это никак не связано. Все дело в яме на участке наших героев Ильиных. Выкопали ее в надежде сделать скрытый бассейн. Но после строительства дома, бани силы кончились. И к тому же со временем стало понятно, что не столько бассейн семье нужен, сколько площадка для отдыха на свежем воздухе. А яма, меж тем, осталась. Что ж, избавляться от нее мы не собираемся. А лучше превратим в амфитеатр с причудливой крышей. Делать домашний хамон Геннадий Семенович Ильин научился, выйдя на пенсию. Позади остались беспокойные годы руководства собственной строительной фирмой. Он, наконец-то, может неспешно заниматься свиным окороком. Солить, натирать специями, вовремя вывешивать на проветривание и убирать солнце. Во время этого приготовления какое-то душевное, наверное, успокойствие чувствуешь, вдохновление даже может быть. А еще Геннадий Семенович делает квас из березового сока. Собирать его помогает старший внук Арсений. Дедом он очень гордится. А их пару с бабушкой считает образцом для подражания. Галина Константиновна, тоже пенсионерка, увлеченно занимается садоводством и огородничеством. Даже дыни с арбузами и маракуйю выращивала. Такая пара, как они, это идеал. Я думаю, что в дальнейшем будущем у меня примерно такая же семья сложится. Маму Арсения Лидию и ее младшую сестру Евгению чаще всего можно увидеть с удочками в руках. Обе сейчас в декретном отпуске с младшими детьми. А пруд этот рядом с домом все тот же неутомимый Геннадий Семенович выкопал. И даже мальков запустил. Дочки рыбачат почти с рождения. В детстве походы на селигер, жизнь в палатках были непременными составляющими летнего отдыха. Леску, леску тяни. Оп, есть. Папа любит рыбалки. Мы с папой одни без мамы ездили. Он еще у нас мальчика сына хотел. А получилось две девочки. Вот он двух девочек своих и к рыбалке к этому виду досуга нас и пристрастил. Сыновей у Геннадия Семеновича нет, зато внуков трое. Четырехлетний Марк уже гоняет в мяч со взрослыми. К спорту в семье всех пристрастил Алексей, муж старшей дочери. Он играет в любительской лиге, а служит в филиале корпорации «Роскосмос». Ракеты и спутники сам не запускают, но отвечает за все транспортные перевозки. Какую-то, я не знаю, кнопку я не нажимаю, но все равно есть чувство, что я без меня, допустим, без моего подразделения этого пуска не случилось бы. Муж младшей сестры Руслан – заместитель директора сети универсамов. Любит кататься на квадроцикле. Домой возвращается такой грязный, что жена не сразу может понять, где заканчивается Руслан и начинается квадроцикл. Меня это просто увлекает именно с моими друзьями съездить, покататься, скажем так, более в хардовом варианте. Именно когда грязь летит вверх, то есть мы приезжаем, все в глине, шлангов во дворе нас поливают. Объединяет всех членов семьи общая любовь к японской кухне, в частности, к блюду «сябу-сябу». Покидать все ингредиенты в общий бурлящий котел, а потом вылавливать палочками каждому свое – занятие прямо-таки увлекательное. Это блюдо называется «сябу-сябу», потому что в Японии считается, что когда мясо шипит, издает звук «сябу-сябу». И они, когда макают, говорят «сябу-сябу», «сябу-сябу». Любовь к отдыху на широкую ногу навела Ильяных на мысль о постройке бассейна на участке. Бассейн не получился, зато образовалась впечатляющих размеров яма. Ну что, друзья, смотрю я на вашу яму, видно, сколько вложено туда труда. Как хотелось вам бассейн. Да, да, хотелось, конечно. Вы копали, Кан Семенович? Я копал, да. Три месяца. Сколько тачек? Сейчас буду смеяться. Наш внук помогал пластиковую сару. Главный на рынке был главный покупатель черенков от лопатки. Понятно. Черенки ломались, лопаты гнулись, но выкопал в итоге. Когда бассейн уже, будем говорить, стал неактуален из-за того, что газа нет, света тоже не нагреешь, его тоже не хватает, то получается, что-то надо предпринимать было с этой ямой. Дырка в ландшафте, да? Дырка в ландшафте. Да, и дети еще могут туда и упасть. Хочется закрыть эту площадь, скажем так, чем-нибудь полезным, нужным, чтобы оно было красиво, и наконец-то эта яма пропала. Это место достаточно удалено от дома, то есть если здесь будет какая-то шумная тусовка, то, соответственно, она не будет мешать тем, кто захочет там поспать. Отсюда открывается обзор на весь участок, то есть можно следить за детьми, ну и, в общем, скажем так, удачное место расположения для зоны отдыха. Давайте тогда обсудим, что должно быть, да, в этой зоне отдыха, чтобы вам было удобно, комфортно, вольготно, чтобы от души гулялось. Стол, наверное, да? Стол, барбекю. Барбекю, да. Коптильня, как минимум. Коптильня. Коптеное мясо мы теперь делаем. Обязательно, в какой-то такой уголок, да, где готово. Там же, там же, да. Ну, я хотела бы, чтобы... Нет, дадите, раковину надо, наверное, руки, чтобы там тоже мыть. Да, конечно. Так, раковина, да? Ну, и место хранения той же самой посуды, утвари, чтобы, ну, не носить каждый раз это в дом. А как вот внешне, да, представляете себе, что это должно быть? Кирпич, дерево, камень, стекло. Кирпич, дерево, наверное. Камень тоже. Вот, наверное, все перечислено. Кирпич, камень, стекло. Хотела бы, чтобы это вписалось как бы в интерьер, как это связалось с домом. За что? За дерево, за кирпич. А мне все равно, мне главное, чтобы было удобно. Я вам честно говорю, удобно, функционально. Ну, и, как говорится, с интерьером, это, смотрите, дом кирпичный, баня отделана сайдингом. Если будет что-то оригинальное, а почему нет? Все равно, может быть, хорошо и приятно. Ну что, к эксперименту вы готовы? У вас так много мнений разных. Готовы. А кто волнуется? Больше всех, кто? Геннадий Семенович, как у меня. Нет, волнений нет. Нет, волнений нет. Волнений были, когда копал котлован. Тогда давайте прощаться. Я вас пойду, провожу. Пойдемте. Илья, идея у вас довольно смелая. Вы предлагаете нашим героям отдыхать прямо вот в этой яме. Ну, ее сложно довольно-таки закапывать. Сюда придется загонять несколько камазов с землей. Вместо этого я предлагаю использовать эту яму. Мы немножко ее закопаем. Для этого возьмем землю с прилегающей территории. И у нас получится вот здесь несколько ярусов. Давайте, Илья, границы обозначим переделки. Да, с этой стороны бетонная дорожка. Ее как бы отчерчивает. А здесь будет где край? Заканчиваем на второй яблоне. И получается вообще вся граница переделки у нас будет отделена, да, вот этими кустами. Да, живой изгородью и рельефом. То есть ступеньки у нас будут вести к сердцу ландшафта, к беседке очень необычной формы, с необычной же крышей, опять же многоуровневой. Да, у нас этот прием повторяется не только в рельефе, но и в конструкции крыши. Такая форма необычная, она создает легкость, на фоне неба будет смотреться интересно. Но и сама беседка открытая. Мы используем заднюю часть забора, точнее угол, задекорируем панелями красивыми, а с остальных сторон можно подходить откуда угодно. Но давайте в саму беседку перейдем, так гипотетически две зоны там планируются. Да, основная зона это обеденная зона с большим обеденным столом, с камином. И опять же здесь многоступенчатые диваны, лавки планируются. Вот отсюда хорошо видно несколько ступенек из скамеек, в эту сторону идут, а в эту сторону поднимается рельеф. И он тоже подчеркнут скамейками. А камин с этой стороны, это именно камин, да, живой огонь будет. То есть он как бы сквозной у нас. Здесь камин, а со стороны кухоньки, барбекю, здесь у нас еще небольшая кухонка с разделочным столом, с мойкой. То есть в маленькой вот этой зоне приготовления, салаты, мясо, мытье, посуды, овощи. А уже вот в этой большой праздник, да, и гуляния наслаждаются. Ильяна, мне кажется, мы еще одну проблему серьезно решим на этом участке. Нигде герои не могут спрятаться от ветра. А теперь такое место укромное появится. Да, мы для этого делаем множество шагов. Сажаем ветрозащитные деревья, живая изгородь. И само уютное расположение беседки, оно также будет защищать от ветра. Чтобы как нас с вами не сдувало, да, героев наших. Ну что, мне кажется, необычно получится такой амфитеатр мы сделаем. Давайте скорее начнем. Давайте. Далее в дачном ответе. Как справиться с дождевой водой и ключами. Как выстроить впечатляющих размеров беседку, не перекрыв живописный вид. И как правильно организовать нехлопотный полив. А также летнее настроение от Сталика Ханкишеева. Он выйдет из своей кухни приготовить на свежем воздухе простое, но сытное блюдо. Баранину на гриле в раскаленном масле с молодым чесноком. Дачный ответ взялся за переделку участка за сложным рельефом. Мы перераспределили грунт, обозначив будущий амфитеатр. И немного прикопали яму. Также подготовили траншеи для дренажной системы. А вот и приехал грузовик из гипермаркета Леруа Мерлен, где мы приобрели массу вещей. Сначала выгрузим цепную и торцовочную пилы. Они понадобятся нам при работе с деревом. А кроме них внутри машины стройматериалы, необходимые для каждого из этапов нашего проекта. Удобно, что все можно купить в одном месте и по низким ценам. В том числе полезные товары для сада. Почва здесь глинистая, кроме того, рядом много ключей. Важно сделать хороший дренаж. Начинаем с формирования песчаной подушки в траншеях. Сверху раскладываем геоткань. Эластичный и пористый материал предотвратит попадание грунта в дренажную систему. Теперь слой гравия. Он хорошо пропускает воду. А вот и дренажная труба. Гофрированная, жесткая, отверстия в ней защищены фильтром. Затем опять засыпаем гравий, закутываем геотекстилем и прикрываем грунтом. В другую траншею закладываем трубопровод системы автополива. Концы трубы подводим к коробу с клапанами, в котором распределяются потоки воды. Для полива газона монтируем 8 выдвижных дождевателей. Настил беседки, а также лавочки будут держаться на свайном фундаменте. Вкручиваем стальные полые трубы с лопастями в землю до уровня промерзания почвы. В полости свай заливаем цементно-песчаную смесь. Это укрепит их и продлит срок службы. Сейчас выкапываем ямы для плиточного фундамента, на котором будут стоять стены беседки. Формируем в них песчано-гравийную подушку, разравниваем. Из толстых листов фанеры выстраиваем опалубку. Заливаем в готовые короба бетон. Укрепляем его сеткой из арматуры. На готовых плитах фундамента раскатываем рулонную гидроизоляцию на негниющей основе. Для стен беседки используем пенобетон – нестареющий и практически вечный материал. Прочный, при этом довольно легкий, поэтому работать с ним очень просто. Размер пеноблоков позволяет производить вкладку быстро. И еще они хорошо режутся, так что сделать отверстие для проводки, например, не проблема. Из печного кирпича выкладываем камин простой формы. Он будет работать на две стороны – на зону готовки и зону отдыха. Закладываем кожух из керамзита бетона – это наружная часть дымоходной системы. Внутренняя труба керамическая, отделяется от внешней слоя теплоизоляции. Следующий керамический элемент – стройник. В нем прямоугольное отверстие для прочистки дымохода. Монтируем дверцы каминной топки. Они выполнены из чугуна, а сверху и снизу отделаны планками из хромированной стали. Стекло двойное, так что обжечься невозможно. Кстати, спроектировал камин мастер из Липецка Сергей Коротких. Он и заканчивает кладку. Дно ямы выстилаем геотекстилем. Высыпаем сверху песок. Разравниваем. Брус для строительства конструкции пола обрабатываем биозащитной грунтовкой. Она глубоко проникает в слои древесины, защищая ее от плесени, синевые гнили. Укладываем брус на сваи и выстраиваем обрешетку для настила. Стены из пеноблоков, а также камин украсим декоративным искусственным камнем из коллекции Морей. Он сделан на основе бетона, прокрашен на всю толщину и имитирует скалистую породу. Хорошо выдерживает морозы, экологичен, поэтому годится к использованию как на улице, так и в доме. Крышу беседки будут держать стойки из железных труб диаметром 100 миллиметров. Деревянные балки для крыши обрабатываем защитным террасным маслом Кенотекс. В его составе есть натуральный воск. С этим покрытием дерево защищено от воды и солнца. Текстура красиво подчеркнута. Оттенок, который мы выбрали, называется океан. Из окрашенных элементов монтируем конструкцию крыши. Брус соединяем в замок. Корцовочной пилой нарезаем палубную доску из ангарской лиственницы. Спил она делает ровной, без трещин и сколов. Укладываем на обрешетку, оставляя зазоры для стока дождевой воды. Каркас крыши закрываем ориентированно стружечными плитами. На них кисточкой наносим битумный праймер. Затем раскатываем гидроизоляционный самоклеящийся материал на прочной, не гниющей полиэфирной основе. Сланцевая посыпка сверху защищает нижний битумный слой от разрушающего действия ультрафиолета. Такая кровля прослужит не менее 20 лет. Конус из нержавеющей стали вверху дымохода усиливает тягу и не даст снегу попасть внутрь керамической трубы. Из краженного соснового бруса выстраиваем каркас многоярусных сидений. Тонкие рейки обрабатываем защитной пропиткой, придающей древесине оттенок и матовость. Расходуется она очень экономично. Двух слоев достаточно для получения качественного покрытия. Мы колеровали пропитку в цвет незабудка. Теперь реечный декор, закрывающий забор из профнастила. Защищен и от дождя, и от снега, от плесени, грибка, ветра, солнца и мороза. Деревянные лавочки амфитеатра на железном каркасе будут держаться на винтовых сваях. Ильяна, у нас здесь был самый непривлекательный кусок участка с таким серым будничным забором, ямой. А теперь на этом месте выросла очень красивая беседка. Ну вот как раз самые сложные непривлекательные места. Очень интересно обыгрывать, переделывать. Мы использовали невнятную горку, превратили ее в ступени. Продолжением этих ступеней является, собственно говоря, и сама беседка. Пол беседки и все строение. Мы также создали некую визуальную связь с окружающей природой. Есть и укрытие, и в то же время отсюда видно совершенно замечательный пейзаж, панорамный вид. Леса, поля. Кстати, Илья, цвета-то мы тоже природные выбрали, да? Ну да, под цвет неба, совершенно верно. Такая бирюзовая крыша выкрашена, да? А камень у колонн серый, тоже природный, вот с какими-то переливами такими золотистыми. Да, мы взяли спокойные холодные тона. Потому что уже яркий красно-кирпичный дом есть на участке. Да, хотелось также равновесить вот этот вот причащий цвет кирпича неким холодным цветом. Хорошо, пойдемте скорее внутрь, у нас достаточно там места. Вот сколько площадь получилось? Где-то метров 40, мне кажется, на вид у нас. Почти как в квартире, в однокомнатной. Да, если под крышей считать, то в районе 40 метров. Но также и за пределами кровли у нас функциональная часть площадки. В принципе, здесь можно устраивать танцы. Да, очень даже хорошо. Но вот здесь стол, да, поместится. И готовы здесь уже конструкции под сиденье, под наши вот эти длинные лавки. На нижних ярусах могут сидеть взрослые, как на обычных лавках. На втором ярусе, я думаю, будут многочисленные дети ползать играть. А третий ярус, он уже такой функциональный для разных предметов интерьера. Для декора. Да. Илья, а вот там есть отличное место, чтобы шашлык приготовить после танцев, перекусить. Да, соответственно, у нас печка. Печка непростая, она двусторонняя. С одной стороны, это камин. И для обогрева, да, и для приготовления еды. Нет, а приготовление еды как раз с другой стороны. Там, где у нас кухонка небольшая, разделочный стол. А здесь, собственно, мы можем готовить. Вот, у нас как раз такая прям зона уже обозначилась, столешница тоже будет, да. Здесь регуляторы заслонки как раз. И получается, с этой стороны можно готовить такая прозрачная дверца, и с той стороны просто наслаждаться видом. И в холодную погоду можно его зажечь и согреваться вокруг камина. Такой у нас сквозной, вот за счет этих дверей стеклянных, мне кажется, интересный эффект получится. У нас везде сквозные есть пространства, в том числе, вот, например, эта дырка. Да, такое окошечко. Превратится в дровницу. С обеих сторон можно будет доставать дрова. Мне кажется, все очень интересно получается. Илья, давайте продолжим. Давайте. Ну что ж, на кухне у наших героев готовить пока рано. Зато у Сталика Ханкишеева работа идет полным ходом. Сегодня он сделает баранину-гриль. Наконец настало лето, наконец тепло пришло. Пришел сезон грилей, мангалов, отличных овощей, хорошего ароматного мяса и отличного настроения. Посмотрите, какой у нас великолепный кусок мяса сегодня. Бараний бог. Что может быть лучше? Лучше будет, если сразу подумать, как его готовить. Вот те куски мяса, которые могут приготовиться за 20 минут, лучше всего готовить на прямом жаре. То есть, чтобы уголь светил прямо на мясо. А вот те куски мяса, которые за 20 минут явно не приготовятся, и им явно нужно немного больше времени, лучше всего готовить в закрытых пространствах. И сделать так, чтобы лучи от углей напрямую на мясо не светили. В грилях различных систем предусмотрены различные способы отсекания жара. У меня есть вот такая штука. Я ее ставлю сюда, и все, уголь больше напрямую на мясо не светит. Вот эта чашечка понадобится для того, чтобы собрать капающие соки. Ну и в конце концов, решетку сверху, и пусть прогревается. А пока займемся мясом. Беру соль, посыпаю. То, что прилипло, этого и хватит. А теперь немного перца. Да вот и все. Кладем жирной стороной вниз. А вот этот кусок мяса, самый роскошный кусок мяса в пораине. Почечная часть, без костей. Точно так же обваливаем соли, точно так же поперчим. Но здесь вот какое дело. Видите, вот здесь толсто, а вот здесь тонко. И что делать? Это все очень просто. Значит, сворачиваем в рулет, берем бечевку и подвязываем. Да хоть вот так. Лишь бы не разворачивался, а оставался одной целой колбаской. Так, вот этот кусочек мяса немножко подвинем, а вот этому сочному. Вот здесь самое место. Лук и чеснок. Молодые, прямо со стеблями. Я их вот так и оставлю. Вот эти стебли тоже получаются невероятно вкусными. Я беру нож и разрезаю только белую часть. Теперь вот сюда немного соли, немного чабреца. И вот так, чтобы похрустело, немного оливкового масла. И туда же, прямо к мясу. И молодой чеснок. Чего его резать? Обсыпем солью, обольем маслом. Давайте его тоже немножко чабрецом прицепим. И уложим прямо поверх мяса. И пусть запекается. Вот сейчас купол моего котла прогрет изрядно. Огонь снизу продолжает гореть. И он греет тот керамический отсекатель, который у меня отсек мясо от прямого жара. Пусть мясо томится. Но вести румянец мы успеем всегда. А пока оставляем наш котел примерно на час. Ну вот, прошел примерно час. И я думаю, что самое время посмотреть, что у нас здесь да как. Вас устраивает вот такой цвет мяса? Например, меня не устраивает. Мне хотелось бы, чтобы мясо было чуточку более румяным. Давайте убедимся, что и на большом куске. Большой кусок похож на румяный. Но, тем не менее, еще раз подрумянить его не помешает. Мы сейчас с вами вот что сделаем. Мы сейчас разберем всю эту конструкцию. Так, положим сюда. Вот сколько жира натекло. И теперь убираем вот эту перегородку, которая отгораживала, собственно говоря, сами полыхающие угли от мяса. Готовя на таком угле, нужен глаз да глаз. Вот этот большой кусок мяса уже изрядно зарумянен. Поэтому давайте пожарим его со стороны рёдер. Ну, а этот маленький кусочек положим его вот здесь посередине. Лук и чеснок пережечь мне бы не хотелось. Я им вот так вот мясо укрою. Сейчас с мяса падают капельки жира и мясных соков. Они сгорают, источая густой белый дым. Я накрою крышку для того, чтобы этот белый дым поработал с мясом. С одной стороны, уголь напрямую жарит мясо как следует уже, доводя его до румяной корочки. А с другой стороны, вот этот белый дым окружает мясо и пропитывает его. Подождём ещё минут 5-10 и начнём развязать и подавать. Ну что, попробуем, посмотрим, как оно внутри. Конечно, правильнее было бы проверить термометром. Вот я на ощупь чувствую, что хорошо. Есть там внутри кусочки хребта, как бы ножом пройти мимо них. Вот эта спелость мяса, я считаю, правильной. Если она будет ещё более серой, то это будет совсем плохо, просто совсем. Вот теперь хорошо выглядит мясо. Посмотрите, как кипит. А давайте попробуем и это выложить на блюдо красиво. Лук и чеснок. Но пока что мне надо подогреть немного топлёного масла. То, что подсохло и обуглилось, разумеется, надо убрать. А вот всё остальное, что ещё не потеряло пластичности, что ещё не потеряло сочности, это очень хорошо. И более того, это вкусно. Если бы это было не солёно, то сейчас это было бы очень красиво посолить. Но у меня мясо правильно подсолено. И оно просолилось за время приготовления как следует. И всё, что мне остаётся, это полить его раскалённым маслом. А вы бы знали, какой сейчас от него аромат поднимается. Вот это всё, разумеется, надо есть с хлебом. И вот это всё надо запивать чем-нибудь беленьким и прохладненьким. Особенно в летнюю жару. Вот этот лук, это ведь просто идеальная закуска. Но когда вроде бы наелся, но хочется что-то ещё, тогда вот возьмёте вот тот кусочек хлеба и будете вымакивать вот это топлёное масло, которое пропитано вкусом мяса. Приятного аппетита! Далее в «Дачном ответе». Как правильно организовать нехлопотный полив? Что нужно для создания нескучной живой изгороди? И как составить конкуренцию звёздному небу? Дачный ответ возвращается на участок ильяных. Пора сажать растения. Начинаем с крупномеров. Астролистный клён глобозу даст нам необходимые вертикальные акценты. Живую зелёную изгородь создадут туи сорта «Сморагд» узкоконической формы. Ими мы обозначим границу нашей зоны отдыха. Вдоль забора сажаем кусты лобчатки. Сформировать низкую, но плотную изгородь нам также поможет пузыреплодник клинолистный. Илья, ну вот у нас оформилась такая живая изгородь. Она отделила амфитеатр и всю переделку. Да, собственно, вот зона озеленения у нас здесь заканчивается. И все посадки у нас сыграют роль зелёного ограждения, зелёной стены. Причём это ограждение не одинаковое, да, неравномерное. Вот там со стороны дорожек плотно тую стоят, а здесь вот низкие кустарники. Естественно, отсюда мы сохраняем вид на беседку и на нашу поляну. Соответственно, здесь невысокие кустарники. Чтобы просматриваясь, да, читалась идея амфитеатра отсюда, да? Да. И опять же со стороны беседки, чтобы сад был виден. Но всё-таки клёны разбивают вот эту вот череду из низких кустарников. Да, они задают некий ритм за счёт того, что у них оригинальная форма, похожая на... На леденец на палочке, да? Чупа-чупс у них есть такое название. Такое название. Не знаю, воздушный шар, потому что у них действительно крона шарообразная. Да, но некоторые побеги выбиваются, и мы их сейчас подрежем. Для санитарной обрезки немножко поздновато, а вот декоративную мы сейчас и произведём. Чтобы форма была, да, более совершенной. Вот здесь я чётко вижу, у нас вот такая ветка спускается, можно её, собственно, обрезать. Смелее. Всё, так. Ещё можно этот листочек так... Я сейчас увлекусь очень хорошо этот режет. Вот, мне кажется, с моей стороны ровно. Эти ножницы с длинными лезвиями идеальны для точной фигурной стрижки. Рукоятка очень удобная, а двусторонний амортизатор снимает нагрузку с запястья. Илья, ну вот чем-чем, а электрическими ножницами ни разу я ещё не работала. Ничего сложного, нажимайте одновременно. Так, как мы будем действовать? Точно так же подстригаем боковины и верхушки. Ножницы лёгкие и манёвренные. Ручка даёт возможность стричь как в вертикальном направлении, так и по горизонтали. На конце есть защитный упор для предотвращения повреждений ножниц при работе около земли. Ну что, Илья, гораздо аккуратнее туи наши выглядят, мне кажется. Да, здесь у нас живая изгородь, мы ещё её доделаем. А эти туи я оставлю в их первозданном виде. Они будут выполнять некую роль условных ворот входа в наш сад. То есть они поэтому специально повыше, такой акцент здесь делают. Осталось нам только удобрить наши туи, чтобы они хорошо росли, всегда были зелёными. И удобрение у нас тоже готово, специально для хвойных растений. Так, вот давайте шланг к нему подсоединим. Обратите внимание, сейчас переверну, чтобы показать. Вот это у нас такой эжекторный механизм. То есть здесь смешивается вода и удобрение сразу, как в смесителе в раковине. Чтобы ничего отдельно, да, где-то там в ведре не размешивать. И можно сразу поливать. Держите. Тут нужно снять предохранителя. И аккуратненько под корень проливаем удобрение с необходимыми микроэлементами. С талией, магнием, железом, азотом. Чтобы туя всегда выглядела так презентабельно у нас. Сухое удобрение с сиолитами подсыпаем под корень к лёну и пузыреплоднику. Кроме обычных минеральных добавок, в нём есть и кремний. Жизненно важный элемент для полноценного развития растений. А это универсальное концентрированное удобрение. В нём азот, фосфор, калий, а также магний, витамины и янтарная кислота. Разведённым составом поливаем кусты лобчатки у корней. Возвращаемся к работам в беседке. Заканчиваем строительство деревянных конструкций. На верхний ярус лавок укладываем длинную столешницу из геобетона. Это строительный материал, но его можно использовать как отделочный. Внешне напоминает мрамор. Его же используем и в кухонной зоне. Мойка в цвет столешницы из акрилового камня. На ней никогда не будет образовываться налёт. Материал очень прочный, выдержит даже падение тяжёлой посуды. Из песка формируем подушку для шаговых дорожек. На неё укладываем плиты из красного песчаника. Рулонным газоном закрываем всю поверхность террасных спусков и площадку над ними. Уличные светильники из серии «Титан» похожи на прожекторы. Хорошо подчеркнут ночью зелёную изгородь. Эти называются уран. Светодиоды скрыты матовым рассеивателем. В стены беседки монтируем встроенную модель. Она потребляет совсем мало энергии, защищена от влаги и пыли. Интересные футуристические светильники появляются на деревянных частях беседки. И снова космическое название – Меркурий. На стене по центру закрепляем телевизор, созданный специально для улицы. Телевизор мы установили необычный. Он всепогодный. В герметичном металлическом корпусе. Не пропускает влагу, выдерживает мороз, жару. Внутри есть система вентиляции. При этом качество изображения хорошее, картинка яркая, чёткая. Кроме того, устройство можно подключить к домашней сети Wi-Fi. В общем, смогут наши герои наслаждаться и просмотром фильмов, и футбольных матчей. Кроме того, телевизор на кронштейне, можно поворачивать экран. Удобно будет смотреть из любой точки беседки. Под ним полка. Это верхний ярус скамеек, на который мы положили плиты из геобетона. Очень современный материал. Сюда можно будет поставить вазы, даже чашки с горячим чаем. Следов не останется, всё легко отмоется. К тому же материал огнестойкий. Такая же столешница и на кухне. Кстати, она, как и телевизор, всепогодная. Не боится ни дождя, ни снега. Мойка из искусственного камня сторон. Практичная, прочная. Материал не пористый. Грязь не впитывается. Здесь можно, например, сполоснуть овощи, тут нарезать и заодно присмотреть за шашлыком. Воду для полива будем брать из пруда с ключевой водой. Опускаем на дно автоматический колодезный насос. А на заборе закрепляем блок управления. Открываем клапаны. Вдоль живой изгороди мы сейчас проложим шланг для микрокапельного полива со встроенными капельницами. И можно тестировать систему. Александр, ну мне кажется, мы серьезно упростили жизнь наших героев. Не придется им беспокоиться о поливе. Безусловно, упростили. Мы установили дождеватели, систему подземного полива Гардена, которые автоматически выдвигаются и, конечно же, позволят нашим героям поливать участок в тот момент, когда их не будет, либо они будут на работе, либо в отпуске. Их газон всегда будет ухоженным. Ну вот дождеватели мы сейчас видим, они так рассеивают воду. Причем, обратите внимание, мы с вами стоим на дорожках, и на нас вода не попадает. Да, зоны были специально разделены на несколько веток для того, чтобы не захватывать зону вдоль дорожек, поскольку люди могут здесь проходить. И также минимизируется захват живой изгороди. Ну да, потому что живая изгородь, вот везде сейчас видно, проложен капельный полив вдоль той. Проложен, соответственно, он обеспечивает равномерный полив живой изгороди. И также, конечно же, это дозированная подача воды к корневой системе. Вода не будет испаряться очень быстро, соответственно, это экономия воды будет. Также корневая система не будет болеть. Ой, ну замечательно. Но самое главное, что мы можем, в принципе, программировать, да, весь режим полива, и пульт управления вот там находится, как раз за туями. Да. А между прочим, смотрите, я вижу, у нас не все дождеватели включены, да? Вот один не работает. Здесь у нас вторая ветка, которая включается отдельно, поскольку если все дождеватели поднимутся одновременно, то давления не хватит, и они не будут орошать указанную площадь. То есть лучше по очереди включать. Вот если наступить на него, не знаю, если с газонокосилкой проходиться. Данный систем специально делается вровень с землей, то есть по ней можно и ходить, и ездить, например, на газонокосилке, либо на тракторе, соответственно, ничего им не будет, и мешать. Я прям до достоверности постою. Ничего, хорошо, ладно, будем надеяться. То есть он вылезет обратно. Да, да. Так, а вот здесь у нас все регуляторы. Здесь у нас как раз-таки находится блок управления, при помощи которого мы можем запрограммировать каждую ветку на определенное время, и также к нему подсоединить датчики, датчик дождя или влажности почерва. То есть мы можем вот те же дождеватели, да, которые сейчас были выключены, включить, например, да? Вот, да, он поднялся, поливает, например, или отдельно капельный полив запустить, или... Либо, соответственно, да, который удобный. Ну и также, конечно же, это программирование идет на всю неделю. Мы, получается, и дни недели можем, да, запрограммировать, когда поливать, и часы, то есть промежутки, когда удобнее, там, с утра или к вечеру. То есть начало полива, конечно же, окончание полива, и конкретно и дни недели. То есть мы можем запрограммировать до четырех включений каждой ветки в течение дня. Вот здесь у нас автоматическое управление. Я так понимаю, что в этом зеленом ящике вручную мы можем, да, клапаны закрыть или открыть. Здесь у нас находится как раз сердце, это электромагнитные краны, можно так сказать, да, которые автоматически позволяют открыть, закрыть подачу воды, либо, соответственно, в ручном режиме, если необходим будет нашему герою. А зимой как поведет себя сердце системы? На зиму у нас установлены дренажные клапаны, которые автоматически сливают воду, а благодаря рельефу, который направлен вниз, под уклоном вода из линии подачи будет также сливаться, соответственно, наша система, она полностью морозоустойчива. Я так понимаю, что сюда вот именно в зеленый ящик редко придется залезать, если здесь у нас все в порядке, то нет необходимости. Да, безусловно. Так, рядом это у нас влажность почвы, да, измеряется? Да, рядом у нас датчик, который, соответственно, при достижении определенного количества воды, то есть мы можем его отрегулировать под более глинистую почву, либо песчаную, выбрать режим, и он будет автоматически перекрывать подачу воды, как только почва будет достаточно влажной. Ну, после дождя, например, чтобы лишнего расхода воды не было. Так, а вот здесь у нас выход, это накапельный полив, да, вот шланг идет. Да, и также по возможности наш герой может подсоединить, например, к этой колонке какой-либо другой шланг и помыть, либо полить часть участка. Мне кажется, можно быть спокойным, и в порядке будет этот свежий высаженный сад у наших героев. Думаю, да. Вся садовая мебель для проекта сделана из сосны на фабрике в Пскове. Стол мы уже покрасили, а шезлонгами и стульями займемся сейчас. Используем прочное атмосферостойкое покрытие с сатиновым блеском. Оно содержит воск и натуральные масла. В течение семи лет древесина будет надежно защищена. Мебель рассчитана на круглогодичное использование на улице. Но чтобы она дольше прослужила, на зиму ее все же лучше убирать в помещение. Акустические колонки мы позаимствовали у хозяев дома. Своим размером и дизайном они идеально вписываются в нашу беседку. В каминную топку насыпаем древесно-угольные брикеты. Они не дают дыма и копоти, а горят в три раза дольше обычного угля. После использования превращаются в белую золу. Для украшения выбрали кустовую хризантему и садовые колокольчики. Деревянные сиденья дополняем мягкими подушками. КОНЕЦ Ильяна, мне кажется, мы решили проблему. У наших героев совершенно не было на участке места, где бы они на свежем воздухе собрались. А теперь такая возможность, пожалуйста, имеется. Да, они могут размещаться в беседке под крышей, могут сидеть на откосах, на скамейках, расположиться на лежаках под солнцем. То есть можно не только всей семьей, но и с компанией, не знаю, друзей, соседей, вообще как угодно здесь собрать, места достаточно. Да, поселок небольшой, можно всех пригласить. И главное, глядя на то, что у нас получилось, не верится, что столько места пропадало зря. Мы избавились от лишних предметов, мы пересадили яблони, мы использовали яму, придумали новый рельеф, который дает нам, собственно, очень много удобных уголков. Такая многоуровневая система получилась, ярусы, причем что в беседке, а не что в ландшафте. Да, беседка отражает концепцию ландшафта, многоуровневость используется и в скамейках, и в конструкции крыши. Везде имеется вот такой вот ритм перепада. Динамика. Но при том, что у нас беседка находится, по сути, в той же яме, которая, да, приподнялась чуть по уровню, вода не будет туда стекаться, то есть она у нас будет выведена, мы продумали, да, дренаж. Естественно, здесь дренаж, сейчас прошел ливень, и вообще весь месяц был очень дождливый, ничего не заливает, вся вода уходит. И газон даже, он такой вот твердый под ногами, ничего никуда не развезло, и видно, что сухо в беседке. Там, кстати, пол у нас было же не просто досками, а досками со скругленными краями, чтобы вода так везде стекала. Да, между досок есть зазор технологический, и туда вода проникает и уходит сразу же дренаж. Мне кажется, очень уютный уголок в беседке получился, стол, стулья, вот эти подушки разноцветные. Ну, этого мы и добивались, здесь получается несколько функциональных зон, столовая, каминная часть, кухня, площадочка перед беседкой, которая выступает за пределы крыши, она тоже большая. Потом плавно пространство переходит в амфитеатр на улице. И все эти зоны, вся архитектура ландшафта у нас подсвечена, везде предусмотрели мы разного рода светильники. Беседка освещается встроенными светильниками, которые повторяют форму каменной кладки. Дальше у нас столбики современной формы. Используем прожектора, споты так называемые, которые подсвечивают растения. Вечером, ночью будет довольно романтичная картина здесь, все будет видно. Да, будет красиво, особенно на фоне звездного неба или заката. Мне кажется, осталось только наших героев сюда позвать и все это им показать, да? Давайте. Ну а как семья Ильиных оценит преображение своего участка, мы узнаем совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы переделывали участок для семьи Ильиных. Герои наши уже подъехали, можем встречать. Здравствуйте! Здравствуйте! Какие вы все праздничные, с пирогами, с корзиной, с летними дарами. Ну замечательно. Ну а как настроение-то у вас? Бодрое. Какие у вас были версии, мысли, что у вас приключилось на участке, какие предположения? Нету ямы. Нету ямы. Нету ямы. Галина Константиновна, какие предположения? Ну я так думаю, что там кустарики какие-то красивые будут, озеленение, цветы. Ну и зона отдыха какая-то, которую мы просили. А какая, как вы думаете? Точно есть труба. Диван. Диван. Да, так. Труба, Руслан сказал. Да, когда ехали, видели трубу. Значит, можно шашлыки делать. Да. Как минимум. Я так думаю, что там есть что-то из кирпича. Да. Если там есть труба, значит, кирпич должен присутствовать. А я за камень. Так, ну как интересно. Нет. Я все, а вы за что? Бревно. Бревно. Только натуральное. А я смотрю, с нами нет Лидии. Да. Да, у нас Арсений вместо Лидии Арсений. Да, внук. Замена. Да, у нас замена. Арсений, ну как вы думаете, что мы там соорудили? Ну, я думаю, там что-то более современное, где можно отдохнуть. Где можно провести какое-то время со своей семьей. Современная яма. Современная яма. Тогда давайте скорее все ваши гостиницы замечательно отложим и пойдем посмотрим, что получилось. Давайте. Пойдемте скорее. Заходите. Ухтюма. Нет, я думал, что будет круто. Слушай, я вообще тебе... Я тебя забил. Я знаю. Я никого не пущу. Много чего. Ухтюма. Ухтюма. Красава. Ожидал много чего. Да. Круто. Оксан, это просто вот блянично шикарно. Я вообще... Там матрика красивая. Ухтюм. Ну, заходите смелее. Это точно наш... Это яма. Круто. Ухты. А где же наша любимая яма? Как? Супер. Ухты. Я вообще потрясен, если честно говоря, это вообще классно. Погоди. Ухты. Обалденно. Слушай, какая стена. Слушай, камень. Ой, а я вас вижу там. Пока я много вас ожидали. Ребята, ну... Здесь у вас двусторонняя. То есть с той стороны и с этой открывается. Это что-то. Это что-то. Ой, а здесь даже мойка ставим. Мойка, да. Это у вас такая рабочая поверхность. Вы можете воду открыть. Там даже вода есть. Не бойтесь. А это датчик какой-то? Нет, это наша камера. А, извините. Смотрите, здесь с одной стороны можно, допустим, шашлык жарить, а с другой стороны просто там для красоты. А здесь и шашлык можно жарить? Можно. А вот это для чего? А это чтобы чистить дымоход. Такая дверца. Вот, в зоне шашлыки. Нет, верхняя, верхняя. А внизу это зонники. Обалдеть, да, действительно, шикарно. Я не знаю, куда их смотреть. Мне хочется сюда и сюда. Можно везде смотреть. Слушай, колонны, слушай. Слушай, наши. Ну что, приступаем. А что, не рано мы присаживаем? Ну что, можно все, что хотите. Я себе место присмотрел. Вообще, вот это... Часи. Я, честно говоря, еще раз говорю, потряси он. До конца-то сколько места. Смотри, Руслан осторожно сейчас нас польет. Ух ты, Часи. Вау, а это откуда включили, где? Это у вас система полье. Вот там у вас блок управления. Это будет самая большая, большая часть. Вот все. У нас здесь вылезать не будет. Он будет вместо бассейнов, ему перезидут. У нас синий уже должна пасть и скоро. Это что-то. Помните, да? Была обыкновенная яма. Просто зим, перепады такие. Вау, и здорово. Шикарно. Слушай, а мне кажется, и груша сдвинулась. Нет? А вы, кстати, можете не бояться пройдения газона. Деревья пересадили? Да, яблони ваше пересадили. Палубная доска. Это лиственница. Она не боится. Она, видите, с закругленными этими концами, чтобы у вас вода уходила. Ну и плюс у вас дренаж тоже проложен. Супер. Ой, а телевизор? Да, ты не видел. Я сейчас подумал, что он какой-нибудь там... Нет, мы же просили. Уличный. Он всепогодный, да, он уличный. Должны все смотреть. И к домашней этой сетке Wi-Fi подключать. Да, да, шикарно. Ну вот камин, вообще здорово. И отсюда, суки, можешь дарить, и оттуда, откуда хочешь уже. Ох. Ну-ка. Слушай, а здорово жить. Да куда же ты себе? Детей наших вообще здесь будет не унять, понятно. Они здесь будут прыгать, бегать, скакать. Полностью. Это просто здорово. Просто шикарно. Во-первых, красиво, вот мне лично нравится. Во-вторых, оно фундаментально, оно основательно. Ну то, что там, грубо говоря, дунуло и все полетело. Живо как-то, я не знаю. А это все содержательно. Это не камень, а постройка такая. Да, а потом все это как раздушное какое-то. Раздушное, парящее. Свет нравится. Вот даже здесь сидишь, видишь небо там. Если бы был монолит, такого, конечно, вида не было бы. Современный стиль, это вот то, что я хотела и представляла. Не деревенскую избу, как мы говорили там. А я не представлял, но мне понравился. А я вот именно. Очень понравился, спасибо. Ветра здесь сильный, а вот за то, что понижена вся площадка, вот получается ветер должен проскакивать как бы вверху у нас, наверное, мы так надеемся. И здесь нам уже будет более уютно, более тепло и детишко, и всем. Мы собираемся всегда большой шумной компанией, и места хватит для всех. То есть действительно здорово, и есть навес, и скрыться от дождя, и от ветра, и от всего. Печка как двухсторонняя, допустим, с той стороны положил, шашлыки, если жарят, как-то ставят. А с этой стороны забрал. А с этой стороны, нет, забрал, может, не заберешь, но, по крайней мере, не надо вокруг бегать, смотреть. А ссюда уже видно, что там происходит с этим мясом. Хорошие. Хорошие. Да, 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 положили, там человек ждет. А сейчас, сейчас я съем, а ты с этой стороны. Да, пока пришел. И так шопотом клади, и еще. Вот этот зеленый забор, естественный, и стой, очень тоже приятно. Не, мне еще нравится. И полезно. Да, что как раз техническую зону, вот нашу, где газонокосилки, и вот все, что необходимо для, как раз приусадебного хозяйства, отделено вот от живой изгороди, вот именно от зоны отдыха. Если пришли отдыхать, то отдыхаем, да? То отдыхаем, да, да, да. А сейчас о важном. Теперь всю эту красоту хочется сохранить, поэтому компания «Ингос Страх» станет для вас надежным партнером, который поможет сберечь ваш дом от неприятностей, в то время как вы посвятите себя любимому делу и семье. Смотрите уверенно в будущем вместе с «Ингос Страхом». Спасибо. У нас есть для вас сюрприз из Германии. Новый пылесос с эффектом влажной уборки «Томас Аквабокс Компакт». Всасывает и сухую, и мокрую грязь, и даже жидкости. Его водяная стена «Вэджет» моет и увлажняет воздух в доме. Отчистится «Аквабокс» за секунды. Пожалуйста, пользуйтесь. Спасибо большое. Будем пользоваться, да. Ну и еще один подарок ждет вас прямо за живой изгородью. Пойдемте. Пойдемте. Компания «Хайр» дарит вам яркий 3D-холодильник. 3D – это стильный и функциональный трехдверный дизайн, холодильная и два независимых морозильных отделения. Доступ к продуктам быстро и удобно, а раздельное хранение предотвращает смешивание запахов. Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, не зря глава семейства Геннадий Семенович сломал столько черенков от лопат, выкапывая котлован на своем участке. Благодаря этому мы смогли обустроить здесь амфитеатр. Зрители могут устроиться на ярусах или на открытом воздухе, или под крышей. Ну а в качестве главной сцены вот эта площадка для танцев-посиделок, чтобы сыграть в настольные игры в лото, например, отведать шашлык в кругу друзей. Благо его приготовить можно прямо тут. Ну а если вы мечтаете стать участником «Дачного ответа», смело заходите на сайт программы и оставляйте заявку. Дорогие дизайнеры и архитекторы, переделка ТВ и компания «White Hills» проводят конкурс «Летний камнепад-2». У вас есть возможность выиграть супер-приз iPad Pro. Для этого нужно создать яркий проект интерьера, экстерьера или ландшафта. И главное условие – использовать в работе продукцию компании «White Hills». Например, декоративный камень или тротуарную плитку. Ну а в остальном – полная сабота творчества. Так что дерзайте, участвуйте и наигрывайте. А я желаю вам удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова